Так, хорошо, понятно, там может быть она, это YouTube Live, она может быть там, если захотел удалить, вот, эмблема, ты какая-то пошла, отлично, а теперь нужно, понятно, там может быть она, опять, YouTube Live, она может быть там, если это закупит, это я говорю, она есть. Ну, я вас выключу, а можно ли я попробую сейчас в YouTube посмотреть, вы еще потом код скиньте, чтобы мы его это, я закрыл, он еще показывает, что он не закрыл. Почему? Почему? Ну, здесь вот ключев есть. А ты сказала? Ну, чего ты сама с тобой разговариваешь? Это я люблю. Нет, а вот где он здесь? Пришли мне его. Я пойду. Сейчас пойду. Чувствую меня, я не дымаю. Я ничего не дымаю. А кто у тебя разговаривал? Смешно и точка. Понятно. Знаешь, теперь это, да? Смешно и точка. Ну, у меня не идет YouTube. У меня не удается открыть этот. Удается канал открыть? Так. А у меня нету твоего… Так. Ты первый, да? Там прям папочка «Зимняя школа» для немецких. «Знаешься». Значит, любой выбираем. Полуфиншоу можно полуфиншоу. Можно полуфиншоу. Можно полуфиншоу. Просто чтобы… Ой, это в милиции. Лев, ну, чтобы они не полфавитно сортировали, а папа. Идет, пожалуйста. Все. А, идет. С запаздыванием? Потому что я здесь что-то сказал, а у тебя кряк. Ну, вроде все. У меня формулы нету. Ага. Сейчас много нету. Так. Теперь, значит, последний вариант. Как нам сообщить паттеру, просьбы, чтобы он создал сообщение от Ютуба? Откуда… Вот, Люба, скажите, откуда у вас появился канал Ютуба на заголовном сайте? У меня она есть, это она. Стапово. А у нас есть? У вас. На tipping Gas. Удивительный наценок. Удивительный наценок. Удивительный наценок. И нам-да. Удивительный наценок. Удивительный наценок. Продолжение следует... 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 Я столько лет уже сижу. 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 по установлению нарушения неравенства ПЭЛа и за пионерские работы в области квантовой информации. Значит, вот пионерские работы в области квантовой информации – это то, куда все стремится, поэтому я выделил это немножко другим цветом, чтобы было понятно, что это фундаментальная часть, а это вот в попытке прикладной части. Значит, вот перепутанные фотоны или запутанные, или спутанные, значит, по-разному говорят в русском языке. По-шведски нацелаем. По-шведски. Вот я так и думал, что кто-нибудь найдет смех читать по-шведски. Значит, вот как называть русском языке. Я привык называть перепутанные, и на самом деле… Сейчас, почему-нибудь переключается… Ага, все. Значит, вот я написал перепутанные, запутанные или какие-то еще. Значит, ну, истоки уходят к классикам, так сказать, квантовой теории. Вот работа Эрмина Шреггера в 1935 году. Наверное, одна из самых известных работ по квантовой механике. Вот Петро Вальшпорт, прочесть название. Значит, и вот этот вот термин – это то, что… Значит, вот там он ввел Шреггер в состояние перепутанное. И вот таким термином, значит, Гершранк, наверное, да, значит, он и назвал эти состояния. И смысл, который вложен был исходно в это название – это то, что это вот как бы сильно сцепленные, сильно связанные, сильно коррелированные состояния. То есть это что-то такое сильно связанное. Значит, перевод на русский язык. Вот буквально в следующем году появилась статья «Перевод работы Шреггера – современное состояние квантовой механики». И вот впервые, значит, на русском языке это звучало как перепутание. Значит, поэтому если как бы быть логически идти от того, как в русский язык это слово попало и называлось, то, значит, наверное, правильно исторически называть его перепутанное. Хотя на самом деле, наверное, называют и запутанные, и спутанные. И более-менее, значит, наверное, нужно сказать, что все эти названия не отражают тот смысл, который, значит, был вложен Шреггером. Вроде бы нет ничего про какую-то такую про сильную связь, про сильные коррелированные. Ну, а вот на английском эта работа была переведена значительно позже, значит, в 1950-м году. И в английском языке, значит, называются такие состояния «Кангл». И более-менее, значит, они, видимо, тоже и очень удачно отражают этот исход. Ну, значит, тем не менее, вот, можно говорить как угодно, но я, наверное, буду придерживаться переводки так-нибудь в сторону проекта. Значит, вот тоже из релиза Нобелевского комитета, собственно говоря, перевод на русский язык, за что каждый из них, вот, вклад каждого из этих трех людей в результаты. Джон Клаузер, он выполнил первые эксперименты, в которых показал нарушение неравенства Белла. Про неравенство Белла подробнее я скажу буквально на следующем слайде. Ну, а так, значит, целая идея такая, что, значит, вот у вас есть классический мир, и вы в нем можете проводить какие-то измерения. Значит, и на основе их измерений вы можете компоновать, значит, корреляционные функции, тогда составив некую величину, она, значит, должна быть меньше чего-то. Ну, а в квантовом, значит, мире эти неравенства, они нарушаются. Ну, и тогда, значит, возникает вопрос к теме правы, к теме неправы, значит, как правильно описывать. И вот, значит, вот эксперименты, собственно говоря, которые доказали, что в квантовом нет права на существование, хотя вроде бы и так все знали, значит, что квантовая механика – это четкий математический аппарат, и, значит, они вот, наверное, можно считать вот этим экспериментом. Дальше вот Талин Аспи, он усовершенствовал эксперименты и убрал так называемые лазейки, значит, которые вот сторонники того, что, значит, не нужно говорить на языке теории вероятности, значит, на языке квантового, на языке все должно быть реалистическим. Значит, они предлагали вот как-то интерпретировать, значит, эксперименты частично, значит, в квантовом контексте, частично в классическом, и вот на такой смеси искать то, что происходит, удается наблюдать в эксперименте. Ну, значит, пример такой лазейки. Вот я здесь, значит, написал, что, значит, детекторы, которые регистрируют фотоны, у них и сейчас, в общем-то, квантовая эффективность не 100%. А в те времена, когда проводились эти эксперименты, а эксперимент Клаузера был в 1972 году, значит, квантовая эффективность детектора была, вообще говоря, очень низкая. В статье Клаузера, значит, когда они детектировали вот два фотона, эффективность одного детектора была 12%, а это было 28%. Значит, как бы несколько, 50%. Ну, и тогда, значит, вот предлагалась такая идея интерпретировать, что, значит, вот пусть у вас есть квантовая эффективность сколько-то процентов, x, тогда мы будем считать, что вот x процентов времени детектор срабатывает, неравенственно порушаются, и мы как-то живем, значит, в квантовой картине мира. А в остальное время детектор не срабатывает, фотоны не регистрируются, и, так главное, значит, если мы рассмотрим большой промежуток времени, то на большом промежутке времени, значит, можно как-то переходить к интерпретации классической лиц. Ну, и вот группа Антона Цайлингера, значит, очень большая группа, у него сильная команда, он много что сделал. Они, в общем-то, довели эти эксперименты до совершенства. Считается, что они полностью изничтожили все возможные лазейки, и интерпретировать теперь уже нужно какие-то результаты однозначно. Ну, и помимо этого, значит, он занимался вопросами квантовой телепортации. Я об этом тоже несколько слов скажу. Ну, значит, он сразу скажу, что это не та квантовая телепортация, на которую можно себе представить, основываясь на каких-то прочтениях фантастических книг или просмотрах фантастических фильмов. Речь идет о передаче состояния частиц, то есть, например, передаче поляризации фотона на расстояние, но как бы с задержкой какого-то начального момента. Ну, вот, значит, собственно говоря, Джон Белл, вот его фотография, и что он предложил, значит, дело в том, что вот после статьи Шрейфингера прямо в том же 1935 году вышла статья Эйнштейна Подольского-Руссена, где, значит, был предложен парадокс ЭПР, значит, и, значит, вот выйдет дискуссия о том, что есть ли, значит, скрытые переменные, полностью ли описывает квантовая механика, значит, мир, да, ну, соответственно, вот Эйнштейн спорил с Бором, значит, и были сальвейские конгрессы, на которых они дискутировали, ну, и вот, соответственно, Джон Белл, он предложил некое, значит, тематическое доказательство, такой мысленный эксперимент, и, по его мнению, значит, он считал, что это является надежной проверкой того, существует ли у вас, значит, перепутанное состояние или нет. Вот его работа, значит, в 64-й год. Значит, он сделал несколько предположений, и потом, значит, сделал несколько предложений по эксперименту, и на следующем слайде я, значит, покажу схему, как бы и, собственно говоря, самым самим неравенством было. Значит, вот какие он сделал предположения? Ну, во-первых, что, значит, вероятности не отрицательные, что нет отрицательных вероятностей, они либо положительные, значит, либо одной. Во-вторых, значит, вполне разумное предположение локальности. Это означает то, что если вы в одной точке что-то померили, то у вас это измерение никак не влияет, значит, на измерение другой точки. Если мы вот в этом зале что-то померили, то, значит, это не повлияет на измерение вот там, значит, обмеряем. Ну, и вот еще предположение о существовании совместных измерений вероятности, ну, и вот как бы вот это предположение на самом деле означает, что вы можете все причины нужные вам померить одновременно, чего вот не происходит по англомеханике, да? Значит, и тогда он предложил вот следующую схему эксперимента. В схеме, вот, которую обсуждали в парадоксе ИПР, значит, использовалось два детектора, ну, то есть у вас рождалась пара фотонов, они летели в противоположные стороны, значит, дальше стояли поляризаторы или за ними детекторы, и, значит, ну, вы измеряете состояние одного фотона, и тогда, значит, знаете заведомо какое состояние у другого фотона. А он предложил, значит, что нужно использовать не два детектора, а четыре, значит, и расположить их вот не параллельно или ортогонально, значит, а под какими-то произвольными углами. И вот такая схема, значит, идея такая, что вот у вас есть лазер, вы светите лазером на кристалл, значит, возбуждаете пару фотонов, один фотон летит налево, другой фотон летит направо, здесь у вас стоят поляризационные призмы, которые пропускают только, значит, фотоны с определенной линейной поляризацией, а если у вас поляризация ортогональна, то, значит, они не пропускают, они отражают, и у вас фотон сваливается, значит, нижний детектор. Тогда, если вот у вас левый фотон прошел, то пусть, значит, измерение, это есть А, и величина этой А единица. Значит, если у вас он не прошел здесь, а образился, и сработал детектор Д2, то это, значит, величина А, и приписывается значение минус. Ну, соответственно, для правого фотона, значит, для детектора Д1 штрих, если у вас прошел фотонный детектор, сработал, значит, величина П, и вы приписываете ей значение единицу. А если он отразился, то вот в этот детектор, то, соответственно, П и у нас единицы. И есть еще величина А штриха, и Б штриха, это когда поляризаторы повернули на 45 градусов относительно направления распространения фотон, значит, подкрутили. Таким образом, вот, вы можете провести такие измерения, значит, и составить такие коррекционные функции. Ну, и, значит, вот вы, считая число совпадений фотоальшеков-детекторов, которые вы измеряете на разных поляризационных призмах, вы еще покрутите эти призмы, вы получаете, значит, и равенство Белла, что вот такая комбинация, значит, реализационных функций должна быть меньше либо равна двойке. Ну, и вот, если она меньше либо равна двойке, то это, значит, вы, как бы, находитесь в классическом мире, и все хорошо, значит, и частицы у вас не перепутаны. И неважно, значит, как у вас расположены детали. А если у вас частицы вот эти перепутаны, то есть если вы создали перепутанное состояние, то, значит, выполнение вот этого неравенства, оно не дается гарантиру. Это вот то, что, значит, предложил Белл, но, значит, Белл был физик-теоретик, и его, как бы, вид неравенства, который он привел, он, значит, не очень, не очень понятно было, как это реализовать в эксперименте. И вот этот нит, который здесь показан, это, значит, переписанные неравенства Белла, и, значит, переписанные они, вот, были Клаузером, Хорном, Шимонией и Холдом. Вот, спустя пять лет, значит, в 69-м году, и вот они, как бы, предложили вариант неравенства Белла, который можно, значит, проверять в эксперименте, нарушаются они или не нарушаются. Ну и вот после вот того, как мы обсудили, значит, собственно говоря, какие такие основные вводные положения, давайте посмотрим на, собственно говоря, те статьи, которые были отмечены Нобелевским комитетом и вошли в релиз, вот, ну, здесь считается, что максимальный вклад вот этих трех людей в эту тему, за которую они получили Нобелевский комитет. Вот статья 72-го года, значит, Джон Клаузер и Стюарт Фридман, статья в журнале Physical Review Letters, и они, значит, провели реальный эксперимент, значит, что они сделали. Вот схема установки, значит, источник, из него летят ионы кальция, дальше вот в этой области ионы освещаются светом, значит, ионизируются, и вот, значит, схема энергетической ионы кальция, значит, вот так вот происходит возбуждение за счет взаимодействия, значит, со светом. Дальше у вас идет быстрый безозлучательный переход, и, значит, вот здесь вот концентрация этих ионов кальция порядка 10 десятых, значит, штук на сантиметр публический. А вот этот переход быстрый, значит, но таких, значит, атомов кальция, значит, которые вот сюда вот переходят, вот, по этому безозлучательному переходу, это всего 7% от общего числа. Значит, остальные как бы напрямую сваливаются, вот сюда в основном состоят. Но вот те, которые перешли сюда, дальше получается каскадный переход вот с спусканием двух фотонов, значит, эти фотоны немножко с разной длиной волны, 551 нанометр и 423 нанометра, и спускаются они почти одновременно. Одновременно, значит, разница, вот, по-моему, сейчас я соображу, 551 наносекунд. В статье показано, что спускание остается 5 наносекунд, но, значит, поскольку это каскадный переход, они как бы, значит, непонятно, они как бы противоположные направления спускаются, но нету четкой ориентации за имя спускания. То есть они как бы могут испуститься более-менее телесным, значит, поэтому вот здесь вот стоят определенный набор фильтров и линз, которые загоняют, значит, потоны, вот, одни фокусируют в один поляризатор, другие в другой поляризатор. И, значит, дальше смотрится схема совпадений, измеряется число совпадений фотоотсчетов в зависимости от суммарного угла поляризатора, поляризатор это крутится в направлении, по которому электролико-электролико-электролико-электролико-электролико-электролико-электролико-электролико-электролико-электролико-электролико-электролико-электролико-электролико-электролико-электролико-электролико-электролико-электролико-электролико-электролико-электролико-электрол то вот величина, которая здесь число совпадений фотосчета в зависимости от суммы углов поляризаторов, она выражается вот такой вот формулой. Это вот, значит, просто по, если вы используете планку лунина. Значит, вот эти вот величины εm — это коэффициенты пропускания поляризаторов. А важно, что, значит, вот от угла зависимость к костям двух филей. Ну и вот они, значит, привели картинку. Вот это вот сплошная прямая, сплошная, значит, черная — это вот то, что они рассчитали по квантово-механической формуле, ну, соответственно, предварительно измерив коэффициенты пропускания поляризаторов. А вот эти вот точки — это то, что они получили в эксперименте. То есть вот видно, что... Значит, и, значит, что здесь не видно? Вы, значит, считаете суммарное число совпадений фотосчета в зависимости от суммы углов поляризаторов, и, значит, когда-то у вас единица, то есть совпадает, а когда-то, значит, у вас совпадений нет. Значит, у вас получается, значит, действовать. И вот это считается вот таким первым экспериментом по нарушению, вот демонстрации экспериментального нарушения неравенства. Значит, но эксперимент не был, значит, идеальным, потому что, ну вот как-то, значит, вопросы были такие, что, значит, вот вы как-то здесь крутите поляризаторы, углы, значит, и вот так вы их крутите. А крутите ли вы их, значит, как-то не зависит? Или, значит, нужно как-то их вот крутить по-другому? Или поскольку у вас, значит, один фотон вылетает на 5 наносекунд быстрее другого, значит, возможно, такая ситуация, что вот он сюда прилетел, здесь все сработало, детектор щелкнул, а потом то, что, значит, называется предвестник фотона, вылетел отсюда, полетел до этого детектором, значит, и что-то вам рассказал, значит, о состоянии вот того фотона, который, второй, который, значит, то есть вот такие вот то, что вот называются лазейки. И вот эти лазейки начал устранять Алинаспе. Вот его работа тоже физико-лиминутека с коллегами, значит, это тоже работа, отмеченная Мобилевским комитетом. Нам 10 лет больше, значит, в 82-м году. Значит, и что они сделали? Значит, они пробовали вот избавиться от того, что, значит, вот может быть как-то коррелировали, крутятся поляризаторы, и, значит, они увеличили скорость переключения ориентации поляризаторов. Значит, вот детекторы и поляризаторы в этом эксперимент, то есть эксперимент у них тот же самый, значит, они взяли тот же самый пальцы, значит, в точности также его реализировали. Был тот же самый раскладный переход, те же самые, значит, два фотона вылетали. И единственная разница была вот в том, что здесь вот расстояние между детекторами было 12 метров, и они переключали ориентацию поляризаторов со скоростью 10 наносекунд, чтобы вот избежать каких-то вот, не то чтобы обвинений, но каких-то мыслей о том, что вот у вас скоррелировано, происходит переключение, значит, что-то вы узнаете. А время пролета вот как вот это вот отсюда сюда, от одного поляризатора до другого? Оно 40 секунд. Значит, переключали ориентацию поляризаторов быстрее, чем, значит, можно долететь от детектора, который еще был первый, значит, до детектора второй. Ну и вот получили ту же самую прибыль, значит, тоже после двойного угла. Значит, вот тоже не делится, тоже ноль, и вот тем самым, как бы, они закрыли, значит, одну из глазей. Прошло еще, значит, вот сколько, 16 лет, 98-й код, и вот работа, отмеченная Лагеревским комитетом, вот группы Антона Цайленгера, значит, они как бы считаются, что полностью, значит, открыли все возможные вот лазейки в эксперименте, и, значит, что они сделали? Значит, они использовали генератор случайных чисел, вот с кем экспериментом, для того, чтобы случайным образом, значит, изменять поляризацию, чтобы вот даже не то, чтобы там быстрее переключаете, но все равно руками, а вот генератор случайных чисел, и он как-то крутит поляризацию. И, в общем, тоже, значит, произвели измерение, значит, вот этих корреляторов, корреляционных функций, и получили в точности так же, что, значит, неравенство было нарушать. И вот еще одна работа, значит, Антона Цайленгера, это про квантовую телепортацию, значит, я про нее подробно говорить не буду, значит, вот тут написано, чтобы вот не было какого-то соблазна предположить, что это не то, значит, что, значит, передача каких-то свойств, значит, квантовых систем на расстоянии продемонстрирована экспериментально. Ну, идея вот такая, значит, что у вас есть где-то область, где могут взаимодействовать фотоны. Значит, сюда влетит какой-то фотон номером один. А вот здесь вы рождаете пару перепутанных фотонов. И один фотон влетит сюда к фотону один. Он имеет номер два, да, вот здесь схема. И один и два вот в этой области как-то взаимодействуют, что как бы само по себе сложно, потому что подобрали условия для того, чтобы два фотона хорошо эффективно взаимодействовали, как бы экспериментально, насколько я понимаю, непростая история. Значит, а дальше вот этот вот фотон третий, который вот перепутанный вместе со вторым, которые вместе ранились, он летит куда-то в другую область пространства. Ну, значит, и вы здесь измеряете некоторые свойства. Ну, и тогда получается, это как раз, видимо, можно, вполне понимая, что, значит, у вас эти два коррелированы изначально, а первый и второй коррелированы, потому что они взаимодействуют. Поэтому, как бы, если у вас первый со вторым, а второй с третьим, то, значит, третий как бы опосредованно с первым. Поэтому, значит, вы какое-то свойство первого фотона можете поймать на третьем фотоне, то, значит, тоже определённо, определённым образом проведя эксперимент. Но вот, значит, я об этом подробно говорить не хотел. Давайте теперь, значит, поговорим о других учёных, других задающихся институтах, которые сделали значительный вклад в эту область. И, в общем, тоже по праву я служил того, чтобы быть упомянутым в этой лекции. Ну, вот я хотел бы начать с Давида Николаевича Флышко. Это основоположник современной квантовой оптики, он теоретик, и, значит, работал в Московском государственном университете на кафедре квантовой электроники тогда, что она называлась, кафедра квантовой радиофизики. У него есть знаменитая книжка «Фотоны и нелинейная оптика», и он теоретически предсказал эффект спонтанного параметрического рассеяния света. То есть если вы берёте определённое вещество и, значит, освещаете его светом, то при выполнении определённых условий синхронизма у вас рождается пара фотонов, и эта пара фотонов, значит, она коррелированная. То есть эти фотоны, они разлетаются, во-первых, в строго определённых направлениях, и у них есть, значит, условия синхронизма, у них строго определённая связь между частотами и поляризацией. И это большой плюс, значит, который в сравнении вот с работами, значит, вот, ночливских клубиатов, потому что вот этот вот спонтанный переход, здесь нету, значит, строго, у них нету строго определённых направлений, в которых, значит, происходят разные фотоны. А здесь, как бы, это вы делаете большой шаг с точки зрения того, что, как бы, может быть, упростить экспериментальную технику, значит, создание заведомо коррелированных, перепутанных фотоновых состояний. Значит, ну и, соответственно, раз у вас излучение направленное, и вы понимаете, куда оно идёт, вы его можете более эффективно регистрировать. Значит, эффект этот был предсказан в 67-м году, наблюдали его в 68-м году, вот была до 69-го году ещё хорошая статья, значит, письма Рюжер Резельдовича Квышко «Статистику поля параметрической эминесценции». Ну и, значит, вот, как у нас любил рассказывать наш вот заведующий газоприбов, бывший в тизике полупроводников Владимир Самсонович Днепровский, значит, как вот был установлен приоритет этого открытия Квышко, значит, была теория, был эксперимент, и была конференция в Америке, значит, на которую поехал делать доклад Рэм Викторович Хакун, взяв эти результаты, как бы, поскольку он был водителем, значит. И тогда все, значит, боролись за параметрический вселенный свет, и все хотели вот сильное направленное яркое излучение. А это излучение довольно часто сопровождалось каким-то шумом. Значит, и вот этот шум, собственно говоря, это и было вот эта спонтанная параметрическая Россия. Ну и вот, значит, история, как его рассказывают старшие коллеги, что вот, значит, приехал в Рэм Викторовичную конференцию, значит, собирался рассказывать про параметрический генератор, значит, делают там секции, идут доклады, выходят американцы и начинают вот это говорить, что вот у нас все светит, но есть еще шум, а мы не понимаем, значит, что это такое. Ну и тогда же вот не было таких слайдов, когда были вот эти прозрачные, которые писали маркеры, конечно. Ну и Рэм Викторович все понял, быстро сориентировался, у него была теория и эксперимент, и он показал вот эту работу, значит, вместе с Давидом Николаевичем, и вот был установлен таким образом вот приоритет на крупной международной конференции, что действительно советские ученые были один из первых, кто не только видели, видели многие, а смогли понять и объяснить, что это такое. Ну а используется он, вот я повторюсь, для того, чтобы генерировать хорошим контролируемым способом, значит, вот пару фотонов и знать про них что-то, значит, знать их частоты, знать их поляризации. Ну вот Рэм, вот хорошие источники, которые используются и сейчас для генерации вот парк перебутанных фотонов, но еще вот хорошим источником и являются квантовые точки, значит, за счет того, что, значит, можно их возбуждать и происходит переизлучение, но это, значит, однофотонные источники, это вот то, что, то, чем занимаются и они, как я понимаю, значит, просто лучшие, наверное, в России такие вот однофотонные источники, на квантовые источники. Значит, кто еще, значит, ну еще вот были люди, которые, значит, занимались тем, что называется квантовые точки. Значит, вот Рой Глаубер, он был реаниматом Упинанских премий 2005 года за вклад в квантовую теорию оптической библиотности, наши функции Глаубера, да, значит, тоже известный человек, в принципе, занимался чем-то очень близким, вот, ко всей тематике, и Леонард Мандель, значит, у него очень известный эффект, это эффект антикорреляции потока. Супер-шак? Ну, его тоже можно. Есть механизм, точно. Ну, действительно, да, Глава Борщенко, правильно. Значит, ну вот работа Манделя, это вот, может быть, один из самых таких ярких эффектов квантовой оптики, значит, они что делали? Они создавали, вот, как раз, используя спонтанное параметрическое рассеяние пару связанных потоков, значит, дальше здесь были, значит, зеркала, и вот было зеркало, которое пропускает или отражает, значит, и мерили тоже число совпадений. Ну, и вот если оказалось, что если это зеркало немножко видеть, то у вас в числе совпадений в какой-то момент падает нуля, то есть у вас как бы получается полностью антикоррелинованное состояние, при том, что исходно потом и полностью коррелированное. То есть у вас полетает заведомо коррелированная пара, значит, а можно достичь такого условия, чтобы, значит, были в системе вы стекали антикорреляции. Ну, кто еще, значит, вот тоже еще несколько человек, вот швейцарец Николя Ажезен, это человек, как бы история про то, как вот, наверное, можно сказать, что он не то чтобы изобрел что-то новое, но он учился вот все эти эффекты, значит, во-первых, он учился загонять все это по фактической волокон, а во-вторых, он учился все эти эффекты наблюдать на больших расстояниях. То есть они начинали там, грубо говоря, на столе, потом в соседних комнатах, потом, значит, где-то в швейцарее в пределах одного города, потом там через Женевское озеро, потом в Альбург через 150 километров, значит, и показали, что действительно вот такие состояния их можно передавать, и можно детектировать, и это работает на больших расстояниях. И, значит, вот человек, который совершенствовал технику экспериментов, то, благодаря чему вот сейчас во многих оптических лабораториях такие эксперименты возможны. Ну, и вот два человека, это Чарльз Бен от режима Бросара, один, значит, физик, теоретик, другой математик, значит, вот они изобрели то, что называется самый известный протокол квантовой фотографии, значит, ВВ8С4, он основан на, в принципе, неопределенности. Значит, да, я уже почти подошел к заключению, скажу тогда еще, значит, то заключение, что вот в группе Антона Цайлингера у них самый такой вот результат с точки зрения расстояния, передач на расстояние, в том числе и вот телепортации, они на 150 километров примерно передают. Значит, они использовали два острова на Канарских островах, археологии на Канарске, и, значит, между этими островами передают, там 140 с чем-то километров было. Значит, Клиник уверенно, значит, это все зарегистрировал. Ну и вот переходя к заключениям, во-первых, значит, о приложении. Значит, вот вся эта история с двумя коррелированными фотонами, значит, она вот теперь очень хорошо изучена с точки зрения теории, с точки зрения эксперимента, но как бы реального приложения нет, то есть вот приборов на паре коррелированных фотонов не существует. Значит, а вот на одиночных фотонах, у нас на одиночных фотонах, на фотонных состояниях как бы вот есть примеры того, что работает, в том числе, значит, и вот в нашей стране, в частности вот в группе Сергея Павловича Кулика, который, наверное, один из главных специалистов по квантовой фотографии в России, да и в МИДе, наверное, тоже, и в частности они делали очень интересные и хорошие работы в генерации пар фотонов, значит, которые признаны и прекрасно цитируются. Значит, вот сделали квантовый телефон на фотонных состояниях, значит, это было несколько лет назад, и есть фотография, и вот ректор Московского университета, и декан, значит, физического факультета МГУ, стоят вот за одним столом рядом и разговаривают друг с другом по квантовому телефону, а между ними, значит, пологна на 100 метров, что ли, там, где-то, на 300 метров. Ну и сейчас это все дошло до того, что вот в МГУ есть сеть таких квантовых телефонов, значит, у кабинета ректора, и у кабинета каких-то, значит, наиболее, скажем, важных деканов, важных факультетов, значит, вот они могут общаться, используя вот это однофонное состояние, значит, и вот насколько я знаю, то, что, значит, Сергей Павлович Курик рассказывал, что, ну поскольку вся эта вот история с информацией, с рифтографией, она должна проходить через определенные службы, они, значит, получили сертификат о том, что действительно у них есть безопасность, несколько лет, очень серьезно, там, значит, люди проверяли такой протокол взлома, можно ли взломать или нет, но, значит, это не самый высокий, но, значит, тем не менее, вот, у них, это вот такая сеть квантовых телефонов, она все-таки функционирует, вот, и, значит, ну, в заключение скажу, что, ну вот, мне кажется, такая очень интересная премия, в том смысле, что она начиналась с ингументальной теории и с таких ингументальных споров, вообще говоря о том, как описывать то, что мы наблюдаем, значит, дальше все переросло в эксперименты, значит, эксперименты, эксперименты научились делать качественно, хорошо, они были многократно повторены, не вызывают сомнения эти результаты, вот, нарушения терапии спела, но вот реально устройства, которые бы вот работали на вот таких вот парах коррелированных фотонов, настоящий момент не существует. Ну, наверное, я на этом закончу, спасибо за внимание. Спасибо. 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 А если бы она была классическая, не было бы ситуации, что когда-то при каких-то плах есть обращение в ноль. То есть число совпадений фотоотсчетов в классической системе, оно как-то ноль не должно быть. Ну, хорошо, я буду близко. Не, вы понимаете, ну, не хорошо. Ну, нужно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...